Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении в студии Константин Гиргая. Партнер нашего выпуска – магазин медицинской техники Доброта.ру. Федеральная сеть оказывает помощь людям в физической реабилитации и социальной адаптации. Подробнее в завершении выпуска. Сегодня вы увидите. Прикоснуться к великому. Сотни ивантеевцев пришли разделить радость установки купола и креста на новый храм в Новоселках. Под маркой «Экология» культура и спорт объединились в одном мероприятии. Чтобы крыша не уехала и фасад устоял. В Ивантеевке идет капитальный ремонт. События вселенского масштаба. Шеститонный купол нового храма водружен вчера на строящуюся церковь новомучеников Ивантеевских. Установка купола – процесс длительный и непростой. Сам купол изготовлен из нитрита титана. Весит 6 тонн. 200-килограммовый крест вылет из гальваники. Горожане благоговейно прикладываются к святыне, которая увенчает собой новый храм. В этом году планируют завершить общестроительные работы, закончить кирпичную кладку. Затем на зиму храм законсервируют, а с весны работы продолжатся. Подробнее об этом значимом для православных событий смотрите в завершении сегодняшнего выпуска. 13 новых крыш, 10 восстановленных фасадов, 2 отремонтированных подвала – это далеко не весь список домов, включенных в программу капремонта на 2016 год в Ивантеевке. Такая информация указана на официальном сайте фонда капитального ремонта. Всего в программе от нашего города заявлено 408 домов. В Ивантеевке продолжается капитальный ремонт. Работы, начавшиеся в 2016 году, сейчас ведутся в домах по Маяковского 11, Хлебозаводской 41 и Трудовой 10. Как пояснили в управлении городского хозяйства, подрядчик фирмы ВПК «Строй» должен закончить работы к концу года. Сейчас по Хлебозаводской 41 и Трудовой 10 обновляют кровлю. А вот по Маяковского 10 к условиям контракта помимо крыши добавлены восстановление фасада, работы в подвале, а также замена внутренних инженерных систем. То же самое сейчас и в домах, оставшихся в программе с 2015 года. Это Трудовая 4 и 6, Хлебозаводская 35 дробь 2, Адмирала Жильцова 4. Также в городе сейчас идет установка лифтов. Пока к основным работам по монтажу кабин подрядчик Яуза Техномонтаж не приступил. На официальном сайте капитального ремонта Московской области указано, что в Ивантеевке в программе капитального ремонта всего заявлено 408 домов. Из них в плане реализации на 2016 год – 36. Общая сумма, выделенная на них – 222 миллиона рублей. Потанцевать и подраться. Такое меню предложили юным ивантеевцам организаторы «Эко-квеста», который посвятили Дню города и провели на нескольких городских площадках – в парке и на улице Хлебозаводской. Вот так легко и непринужденно малыши и их родители знакомятся с деятельностью Ивантеевских детских клубов. Анимация для самых маленьких и занятие по интересам для детей постарше. Сегодня в городском парке впервые в истории Ивантеевки «Эко-квест». «Эко» – все, что связано с природой, то, что человек и природа – они едины. А «квест» – это, собственно говоря, игра, то есть совместная какая-то деятельность. Это одновременно игра на свежем воздухе в чистом экологическом месте, в парке. Идея праздника выросла из мероприятия «Территория танца», прошедшего в прошлом году четыре раза. Теперь к танцевальному коллективу «Палитра» присоединились и другие клубы и центры, где ребенок может провести свободное время с пользой и удовольствием. Праздничное агентство «Экстра-фъеста», школа единоборств «Динамо» и семейный клуб «Клевер». Все они рассказывают о своей деятельности и педагогах и приглашают гостей записаться на свои занятия. Хип-хоп, электро, брейк-дэнс – ребята не только показывают мастерство, но и приглашают всех желающих на танцевальные баттлы и мастер-классы для начинающих. Мероприятие подготовлено отделами по культуре и по спорту в качестве информационной помощи родителям, которые не всегда знают, куда отдать своих детей. А мест в городе более чем достаточно. Только в Олимпе в прошлом году занималось более 2000 детей до 17 лет в 16 видах спорта. А в 33 культурно-досуговых кружках были задействованы более 600 детей до 14 лет, большая часть из которых в танцевальных кружках. Я пришла со своей дочерью, ей 7 лет. Она ходит у меня в эту группу уже два месяца, в палитру. И успехи вообще потрясающие. Она более такая грамотная стала, ходить ровнее стала как-то. Нам очень нравится туда ходить и посещать. Мы все праздники посещаемся. Одновременно с танцами работает и вторая площадка – спортивная. Школа единоборств представляет новых тренеров. Устраивает показательные выступления по самообороне, дзюдо и самбо. И даже боям без правил для самых маленьких. Сам бей, двоечку дай. Раз-два, жень. Где у него нос? Ну, боковой удар, жень. Удай сбоку, жень. Вот так, умница. Один. Все, следующий, уходим. На маты приглашаются не только профессионалы, но и все желающие. Чужие дети тоже могут зайти, попробовать себя, поучаствовать, сделать какой-то прием, чему-то новому научиться. Тоже можно будет. И побьете? Нет, наши педагоги очень мягкие в этом плане. Настроение хорошее подняло. И для детей, как бы, развлечение самое новое. Попробовали, поучаствовали в конкурсе по рисованию. Попробовали дзюдо. Все очень понравилось. Хочет даже заниматься. Играла, рисовала, танцевала. Что больше всего понравилось? Танцы. Конкурс рисунков на тему экологии органически вписался в концепцию праздника. Все участники получают сладкие подарки, а самые оригинальные еще и призы. За самый реалистичный рисунок награждается Милана 8 лет. Сара в свои три с удовольствием участвует во всех праздничных площадках. И такая активность не остается незамеченной. Она получает приз за самый солнечный рисунок. Я удивлена, на самом деле, вы видите, в том числе, конечно, но ее почти что первый рисунок. И за это большое солнышко. Видимо, до того мы любим это солнышко, чтобы вся картина заняла у нас солнце. Праздник творчества и спорта в парке собрал более 200 человек. А затем переместился в микрорайоны Фубры. 10 сентября – День города. Мы ждем гостей, в том числе делегаций из города Побратима и других дружественных городов. И профессиональных артистов. Выбирайте мероприятие по душе. На Первомайской площади гуляния 10 сентября начнутся с 10 утра. Ярмарка, аттракционы, буфеты, игровые программы. Поклонников спортивных состязаний порадуют гвоздь соревнований на спортивных площадках города. Задействованы все городские сооружения. Олимп, Лидер, Стадион Труд, Спортзал Фубры. Будет спортивный праздник и на бережке. По традиции День города порадуют локальными праздниками в микрорайонах на Фубрах с 11 до часу дня, на Детской с 12 до 14 и на бережке с 15 до 22 часов. Новый автобусный маршрут будет запущен по городу, который охватит и новый микрорайон – Голландский квартал. Творческая программа для детей и взрослых под названием «Праздник детства» будет организована в сквере по центральному проезду. В случае дождя всех ее участников пригласят в КДЦ Первомайский. Городской парк культуры приглашает всех желающих с 14 до 16 часов на праздник красок. С 15.30 Первомайская площадь станет концертной площадкой для ивантеевских и профессиональных артистов и коллективов. В 22 часа праздничный салют. Как сообщает официальный сайт администрации, в день города на сцене в микрорайоне Детская выступит заслуженная артистка России Ксения Георгиади, экс-солист группы «Цветы» Николай Кольцов, наша землячка, участница популярного телепроекта «Голос дети» Варвара Кистяева и автор слов гимна города Ивантеевки Ирина Постникова. На Первомайской площади выступят группа «Рефлекс», «Натали», группа «Пропаганда» и Александр Буйнов. Управляющая компания ООО «Лада» и товарищество собственников недвижимости «Бережок» в день города организует свой праздник для жителей Бережка. С 15.00 до 18.00 за седьмым домом веселые старты, перетягивание каната и первенство микрорайона по мини-футболу и стритболу. С 15.00 до 18.00 аниматоры, фокусы, игры, конкурсы, сладкая вата. С 15.00 до 20.00 на сцене за 14.00 домом праздничная программа поздравлений жителей, показ мод, детские танцевальные коллективы, патриотические песни в исполнении ветеранов Афганистана, а также на площадке аттракцион «Белка» и игра «Лазерный бой». С 20.00 до 22.00 – концерт московской группы «Кавертайм», а в 22.00 одновременно с городским салютом запланирован и салют на Бережке. Магазин медицинской техники Доброта.ру В сентябре проводят следующие акции. Изготовление ортопедических стелек. Взрослые – 3600 рублей, детские – по 2700 рублей. Изготовление за 20 минут. Скидка на вторую пару – 50%. Консультация врача-ортопеда бесплатна. Скидка на все ортопедические изделия и медтехнику – 10%. Подробности по телефону 8-985-698-3843. Возвращаемся к главной теме выпуска. Впервые в «Новой истории Ивантеевке» жители города прикоснулись к чуду. На строящуюся церковь в Новоселках установили купол и крест. Праздник начался с торжественного богослужения в Георгиевской церкви. Я же Константин Гиргай на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания. Георгиевская церковь не вмещает всех желающих приобщиться к благодати, которую дает Господь при освящении крестов и куполов. Сегодня молятся о строительстве нового храма, которое ведется в Ивантеевке три года – храма новомучеников Ивантеевских. Богослужение возглавляет протеерей Иоанн Монаршек, благочинной церкви Ивантеевского округа. Храм возводится рядом со старинной Георгиевской церковью в Новоселках. Храма – это вообще событие знаменательное. И знаменательное не местного значения, а можно сказать даже вселенского. Вот как вы говорили, что написано даже, каждый храм – это гвоздик. Гвоздик для удержания земли. Поэтому, конечно, для Ивантеевки, ну да, у нас, в общем-то, здесь население уже, будем говорить, не настолько оно уже маленькое, чтобы такой храм его вмещал. Конечно, нужно расчаряться. Это, наверное, даже не сознаем полностью радость. Постройка, завершение, как бы продолжение строительства этого гвоздика, как сказал Михаил Иванович, радость великой для города, особенно для прихожан. Хотелось бы, чтобы, конечно, побольше было прихожан в нашем храме, прихожан верующих, чтобы люди приходили к Богу. Вот этот праздник, он как бы людей, ну, будет в людях что-то, душу надеет, разбудит веру и приведет к храму. Крестный ход начинается сразу после божественной литургии. В нем принимают участие глава города Сергей Гриднев и депутата городского совета, духовенство благочиния, прихожане церкви. Я много людей знаю, и все спрашивают постоянно, вот купол, когда будет завершение вот этого храма, и мне кажется, у людей прям вот появится какой-то больший подъем, чтобы помочь для дальнейшего устроительства этого храма. Низкий поклон всем в городе, кто вот отдает все для храма. Прежде всего, конечно, нашему батюшке, благочинному. Столько трудов положено на это, это просто... И, конечно же, администрации города, которые вот вносят свою лепту в это. Ну, просто меня чувства переполняют. Каждый праздник, сколько людей приходит сюда со своими печалями, проблемами, горестями, уходит отсюда с совершенно другими людьми, более осветленными, с какой-то надеждой, с любовью. Так что всех с праздником! Крестный ход продолжает свое движение к храму новомучеников Ивантеевских. В процессе участвует и герой России, летчик-космонавт Михаил Тюрин. Он является прихожанином Георгиевской церкви. Строительство нового храма началось в 2013 году. Уже затрачено более 35 миллионов рублей. Благослови и освяти, и излей на не благословение Твое святое и силу, и уже окроплением крови и прегвождением тела возлюбленного Сына Твоего, он его преблагословенное древо стяжа. Мир вселенной, и духовенному Его. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Нижний храм будет посвящен Черниговской иконе Божьей Матери, верхний новомучеником Ивантеевским, священномученику Александру и мучеником Павлу и Николаю. Храм строится исключительно на пожертвования. В том числе последние три года на строительство церкви идут средства, собранные в рамках проведения Дня Труда. Строительство все годы ведется в долг. Воли Божьей это благодаря тем жертвователям, которые, не жалея своих средств, строят прижизненный себе памятник здесь, на этом поле. В этом храме за них будет возноситься молитва до тех пор, пока будет стоять храм этот. И я хотел бы сердечно поздравить всех нас с этим великим событием и порадоваться вместе с нами, всеми горожанами, всеми людьми, живущими в этом городе, что будет у нас такой прекрасный храм и такое прекрасное солнце, увенчанное крестом, как жертвенником, на котором принес себе в жертву за всех нас Господь наш Иисус Христос. На кресте совершилась великая любовь Бога и Отца, потому что Он не пожалел Своего единородного Сына, но отдал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот крест для нас есть великая радость, крест есть сила для всех нас верующих Господа Иисуса Христа. Хотел бы, чтобы мы все сегодня возрадовались этому событию, помнили бы Его и благодарили Бога, что Он благословил в нашем городе строительство этого храма. Сегодня действительно для Ивантеевки очень важное событие. Мы с вами поднимаем крест, поднимаем купол на новый храм. Этот храм действительно строится на народные пожертвования. Весь город участвует в его строительстве и благотворительным трудом, и своими взносами. Строители помогают материалами. И я искренне говорю спасибо всем жителям, всем прихожанам за народное участие в этой стройке. Спасибо большое вам, отец Уан, отец Алексей, за то, что вы благословили город на это строительство. Этот храм действительно нужен нашему растущему и развивающемуся городу. И я не сомневаюсь, что действительно он всегда будет востребован жителями. И у вас всегда здесь будет очень много прихожан, которые будут приходить сюда со своей душой и со своим сердцем. Примите от меня, как от главы города, от администрации, от совета депутатов, от всех жителей искренне слова благодарности за то, что вы совершаете это дело. Очень нужное, очень важное и очень богоугодное. Спасибо всем жителям города за участие в строительстве храма. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Наша сила – это молитвы, обращенные к Богу. Поэтому кто может, помогает материально. Кто не может, помогает нам духовно. Каждое последнее воскресенье месяце мы собираемся в новом храме и служим молебен на строительство храма в честь новомучеников в Антеевске. Просим помощи у Бога. А также ежедневно многие прихожане, которые живут и в нашем городе, и в других городах, также собираются с 9 до 10 вечера на молитву по соглашению, которую совершает каждый уже в своем доме, в том месте, где он находится и молится о строительстве храма. Поэтому мы уже изначально строительство повесили, цитата апостола Павла, который говорит, что только доброходно дающего любит Бог. Поэтому у человека есть доброе намерение, доброе расположение. Человек помогает, человек узнает и участвует в строительстве храма. Поэтому некоторые и перечисляют кто-то на расчетные счеты, средства, некоторые кто-то бросают в кружку тайно, некоторые кто-то приносят и дают на строительство храма, но не хотят, чтобы их имена были известны. Поэтому все по-разному. А каждый уже, все знают, что храм строится, все знают, что храм строится, как Сергей Геннадьевич сегодня сказал, что на народные действительно деньги строятся, потому что с миру по нитке. Нет у нас такого какого-то одного большого мецената, который вкладывает свои деньги, а мы сидим, смотрим, сложа ручки, как все поднимаются. Мы все участвуем. И священники, и наши прихожане, и жители города. Установка купола – процесс длительный и непростой. Сам купол изготовлен из нитрита титана, весит 6 тонн. 200-килограммовый крест вылет из гальваники. Работы растягиваются по времени, и горожане уходят, но прежде благоговейно прикладываются к святыне, которая совсем скоро увенчает с собой новый храм. В этом году планируют завершить общестроительные работы, закончить кирпичную кладку. Затем на зиму храм законсервируют, а с весны работы продолжатся. Столько эмоций, конечно, все душу переполняет. Я говорю, слава Богу за все. Мы так ждали этого момента. Нужен обязательно. Город растет, народ прибавляется. У нас на праздники вообще там не войти в храм. Даже на улице люди стоят. А в этом храме там такая благодать. Вот мы сейчас там молебно служим раз в месяц. А теперь будем с куполом, под куполом, с крестом. Очень, очень замечательно. Радость, конечно, необыкновенная. Потому что такое может быть раз в жизни. И то не каждому это дается, чтобы в его жизни это случилось. Это случилось на моей жизни. И вот сейчас вознесли купол. Это вот батюшка сказал, как солнце сейчас над городом воссияло. И мы вот сейчас, видите, он обещал, что поднимите сейчас купол, крест, и взойдет солнце. Посмотрите, взошло солнце. Как это не радость. Это Божья благодать и Божья радость. Радость действительно словами просто не передается. Когда то, что мы сделали, выйдет без печали из наших рук. Когда сейма разойдутся, потому что нет кого предаться в круг. Когда белый гор поймет и признает своих поток. Это значит день радости. В молитве, которую мы читали, на освящении креста было сказано, что выражая любовь и веру в Господа Иисуса Христа, мы соорудили и поднимаем этот святой крест. Поэтому мы верим, молимся и надеемся, что тот крест, который сегодня был поднят на храм новомучеников в Антейских, будет охранять и освящать весь город. И преображать души человеческие в нашем городе. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok